Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Лид Позор, и здесь мы говорим о плохих книгах. И перед тем, как мы перейдем к теме сегодняшнего ролика, небольшое объявление. Все те, кто ожидал в предыдущее... в прошлое воскресенье, точнее, воскресное чтение, где я буду читать ваши рукописи, подробнее об этом вот в этом видео я объявлял, так вот, оно не вышло в то воскресенье, вот это вот видео, где я читаю ваши рукописи, но не переживайте, это не значит, что этого видео вообще не будет, я подробнее говорил об этом в Телеграме, что просто оно переносится на вот это вот воскресенье, и будет, скорее всего, сдвоенным, ну, сдвоенным в том плане, что по времени, то есть будет длиться как два воскресных чтения, то есть два с половиной, три часа, где-то так. Ну, а сейчас переходим к теме сегодняшнего видео. У нас Первый взгляд, это рубрика, где я читаю первые, там, 15, 20, 25 страниц произведения. Чаще всего, ну, как, не то чтобы чаще всего, вообще, изначально это были определенно плохие произведения, но сегодня могут быть варианты. У нас достаточно популярная среди любителей Янка-Далт-контента, ну, точнее, среди любителей Янка-Далт-книг, достаточно известная российская писательница Лия Арден, или Лия Арден, ну, скорее всего, Лия Арден, если я неправильно произношу фамилию, то прошу меня извинить. Эта писательница ворвалась в книжный рынок со своей трилогии «Мара и морок», и, ну, не то чтобы прям сильно гремело, но очень много буктюберов высказывали свои хвалебные отзывы, давали респекты этому произведению. Вообще, с Лией Арден было приблизительно три типовых варианта отзывов. Первый — это то, что все ее книги великолепные и отличные. Это первый тип отзывов. Второй тип отзывов — то, что «Мара и морок» хороша, ну, хоть есть там какие-то минусы, но, в принципе, хороша, а вот другая ее книга — «Золото», ну, короче, другие ее книги — это уже графомания. Это второе мнение. А третье — то, что все ее книги — это ужасная, отвратительная графомания. И я до этого ничего у Лии Арден не читал. Я собирался ее взять как раз «Золото в темные ночи», потому что про эту книгу больше всего негативных отзывов я собирался взять на «Бесячий марафон», но еще непонятно, когда он будет, «Бесячий марафон». Ну, скорее всего, ближе к лету, но пока даже, скорее всего, летом, например, в июне, но пока нету каких-то неточных дат, вообще ничего не понятно. Ну и плюс вышла новинка у Лии Арден, поэтому прекрасная возможность взять эту писательницу в первый взгляд и изучить. Правда, новинка вышла уже, наверное, где-то месяц, как. Обычно на многие книги быстро получается реагировать, а эту я что-то все, запись откладывал, 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 но вот сейчас уже не откладываю, и будем разбираться, хорошая ли Лия Арден писательница или нет. В общем, поехали. Я Сергей Агарков, это Лид Позор. Make some books. Сейчас я буду читать рукопись Лию Арден и, вполне вероятно, найду там столько ошибок, что просто ужас. Но это все, в принципе, ерунда, потому что самая настоящая ошибка – это получить невостребованную и неинтересную профессию. Но сейчас такое время, что можно поменять любую сферу деятельности в любом возрасте. И можно сделать это безболезненно. Какая самая привлекательная сфера на данный момент? Ну, конечно же, интернет-маркетинг. Зарплаты интернет-маркетологов начинаются от 80 тысяч рублей, что в текущих реалиях очень даже неплохо. Обучиться этой профессии вы можете с помощью курса интернет-маркетолог от онлайн-школы Skill Factory. Совместно с крутыми экспертами области они обновили курс в 2022 году, чтобы давать только актуальную информацию и востребованные навыки. Вы научитесь работать с аудиторией социальных сетей, настраивать аналитику и таргетированную рекламу. А еще вас ожидает практика с экспертами рынка, симулятор для отработки навыков, три кейса в портфолио, а также помощь карьерного центра Skill Factory. Все обучение происходит онлайн в любое удобное для вас время. Вы можете заниматься хоть по 15 минут каждый день, хоть 2 часа. И чтобы убедиться в том, что обучение в Skill Factory действительно лучшее, обратите внимание на отзывы студентов. Средняя оценка, кстати, всего курса 4,7 из 5, и это очень высокий показатель. Ну и самое главное, по промокоду ЛИДПОЗОР вы получите 45% скидки. Так что торопитесь, переходите по ссылке в описании и оставляйте обязательно вашу заявку. Именно сегодня пришло ваше время. Время становиться крутым специалистом. У нас сегодня на повестке дня будет книга «Невеста ноября». Но еще несколько слов про писательницу. Вот что, в принципе, неплохо, в отличие от большинства других янгодалтовских писателей, Ле Арден не скрывается и частенько дает интервью, выходит на связь со своими подписчиками и так далее. То есть она не блогер, например, даже Лия Стефи Ален Дуэль, которая, понятное дело, что общается с подписчиками, она прям вроде бы конкретный писатель. Но я тут, опять же, точно не знаю, может быть, у нее была какая-нибудь что-то она делала с блогерством. Но, во всяком случае, я часто ее, как бы, видел, я особо не следил, но видел, что она появляется в каких-то там видео, свои какие-то видеообъяснения, что-то там снимает. В общем, за это можно сказать плюс, потому что всегда хорошо, когда автор держит контакт со зрителем, точнее, с читателем. И, во всяком случае, я имею в виду молодых, молодых авторов, потому что, что касаемо таких людей, которые уже становятся классиками, то тут, понятное дело, несколько другая позиция. Давайте для начала зайду в группу ВКонтакте с новинками и посмотрю, когда вышла новинка «Невеста ноября» и что, какие были комментарии к этой записи. И Ле Арден «Невеста ноября» вышла, ну, 10 мая появился пост о том, что тираж напечатан, книга поступает в продажу. Я, как видите, так и говорю, что достаточно медленно с этой книгой реагирую, но 478 лайков в группе, учитывая то, что обычно книги собирают, ну, вот даже тут рядом «Робин Хобб», «Лесной маг», 319 включаемый мой лайк. В общем, у Ле Арден то ли огромная толпа поклонников, то ли очень хороший маркетинговый отдел, так назовем, потому что, ну, есть у меня такое ощущение, что огромное количество этих отзывов про Амару и Морек и про остальное были проплачены. Ну, это не значит, что прям платили за хорошее мнение, но вполне вероятно, что платили блогерам за то, чтобы книгу прочитали и сказали. И здесь, почему я тоже, как бы, говорю, что это может быть накручено, потому что 478 лайков, но комментариев всего 6. И это странно. В принципе, это, конечно, ничего не значит, но, тем не менее, когда такой большой разброс, то закрадываются некие сомнения. Ну и здесь все комментарии, кстати, сплошь положительные. Так, три земных месяца, да, ну, посмотрим. Это я не понимаю, к чему. Может быть, там... А, ну, «Невеста ноября», декабря. Не знаю, наверное, что-то связанное с сюжетом книги, позже поймем. «Ожидаю», «Сердечко», «Видела арт главгероя у художницы», если я правильно поняла своими невнимательными мозгами. Он в книге есть, не знаете? Вопрос. И что-то я логики в этой истории не пойму. А, ну, тут, видимо, с аннотацией. Давайте тогда вначале прочитаем аннотацию. Чтобы понимать комментарии человека. «Мама нарекла меня ярой в честь яркого солнца, которое отражается от снежного покрова. Но откуда ей было знать, как выглядит снег, если зимы нет уже сотни лет? Единственное место, где еще сохранились холода, это проклятый лес. Там живет последний декабрьский колдун, единственный, из-за кого зима может однажды вернуться. Люди всеми силами пытаются этому помешать, принося в жертву детей, рожденных в декабре. И я оказалась одной из этих детей. Рожденная в декабре, но невеста в ноябре. Ну, ладно, допустим, такая задумка. И Ольга Братхен спрашивает. Что-то я логики в этой истории не пойму. Зимы нет сотни лет. Как насчет перегрева планеты? Ну, тут, как бы, можно сказать, что, типа, верное замечание. Но, учитывая то, что это фэнтези и все такое, я бы к фэнтези не относил бы такие строгие научные понятия. Ну, я не знаю, мне кажется, что задавать такой подобный вопрос в данном контексте, это то же самое, типа, а как появились хоббиты у Толкина? Ведь, судя по антропоморфному скелету, кости не могли расти именно таким образом. Ну, то есть, вот, это, мне кажется, претензии такого уровня, они не совсем правильные конкретно к фэнтезийному роману. В общем, это фантастическое допущение. Есть грубое нарушение логики, а есть фантастические допущения. Вот, то, что, типа, нету 100 лет зимы и так далее, и планета при этом не перегрелась, это фантастическое допущение. Опять же, еще раз говорю, что мир может быть совершенно другим. И физика у мира тоже может быть совершенно другая. Что-то я логика в этой истории не пойму. Зимы нет сотни лет, как насчет перегрева планеты. До этого колдуна надо задабривать, чтобы он напустил зиму туда, куда ей положено приходить. И почему детей, рожденных на рубеже сезонов, какие у них сезоны, если зимы нет, сухой и дождливый. Нет, мне эту книгу читать не хочется. Наверное, так задумано, что, вопреки законам логики, перегрев планеты не случится. Ну, это вот такое вот, когда... Вот такие комментарии были, когда вышла книга. А вот когда книгу только объявили, это в январе объявили, то, что в марте она выйдет, то тут, кстати, ситуация гораздо-гораздо интереснее. Здесь 821 лайк и 49 аж комментариев. То есть тут, ну, даже если есть какая-то накрутка и работа маркетингового отдела, то сейчас, знаете, точнее, да, даже если она была раньше, и даже если сейчас есть, то она не настолько значительная, во-первых, даже если сейчас есть. А, во-вторых, если она была раньше, то сейчас уже такая ситуация, что зачетка работает на студента. То есть, типа, сначала студент работает на зачетку, а потом зачетка на студента. Ну, и вот здесь тоже. То есть, если вначале, как Лея Артон продвигала свою книгу, то действительно очень многие продвинулись этой книги. Я думаю, что очень многим читателям понравилась. Я не знаю, хорошая или она плохая. Пока еще не могу судить, потому что я ее не прочитал. Но, во всяком случае, книга была точно на слуху, и сейчас писательница тоже на слуху. Даже 49 комментариев. Как видите. Забавно, что здесь в комментариях, ну, я тут их не буду прям показывать, потому что их все-таки много, но в основном большинство комментариев просто говорят обложка, обложка, какая великолепная обложка, а остальные... Как это? Остальные в основном книгу... Ну, типа, обложка неплохая, но автор мимо. Потрясающая обложка, жду с нетерпением. Обложка. Зачем-то покупаю все ее книги из-за обложек, но ни одну так и не прочитала. Эл-логика. Многие возмущаются тем, что эта запись была закреплена. Не понимают, почему закреп. Ну и... Ну, есть, короче, есть отзывы приблизительно 50 на 50. Кто-то хвалит, кто-то не хвалит. Но есть еще и отзывы, которые, типа, интересно и хочется... Ну, типа, книга заинтересовала, но сначала хочу прочитать «Мару и морок». Есть и такие отзывы. А раз так много полярных отзывов, то это даже интереснее. Давайте постараемся разобраться в этой книге, ну, насколько возможно, в первых 15, 20 и 25 страницах. Может быть и больше, если книга будет написана более-менее нормальным литературным языком, и я не буду придираться к каждой фразе, как обычно бывает в первом взгляде, то тогда, может быть, мы даже прочитаем больше страниц. Но посмотрим. В общем, для меня эта книга, хоть она и попала в первый взгляд, но пока еще я не представляю, она хорошая или плохая. То есть в большинстве случаев, когда книга попадает в первый взгляд, у меня какое-то изначальное мнение сложено. А тут все 50 на 50, но тем и неинтереснее. Итак, поехали. Ле Арден, невеста ноября. Посвящение. Посвящается моей племяннице Насте с надеждой, что она полюбит читать так же, как и мы все. Ну, миленькое посвящение, окей. Пролог. Оставь дитя, князь. Да как я могу? С надрывом спрашивает мужчина, прижимая к себе ребенка, завернутого в теплую подбитую мехом накидку. Жена уже и имя дала. Многоточие. Как можно оставить? Вопросительно-восклицательный знак. Ну, допустим. По мне кажется, что вот это вот излишняя эмоциональность. Ну, ладно. Не забываем, в принципе, кто целевая аудитория. Или Арден. Я, наверное, просто как бы привык к книгам более спокойно. С менее эмоциональными диалогами. В общем, ладно, читаем дальше. Не мы придумали правила, и это ради всеобщего блага. Так заведено давно, не одно столетие. Убеждает другой мужчина с седой бородой, и в его взгляде читается искреннее сочувствие. Он говорит от лица толпы, что собралась ради этого отвратительного обряда. Вроде всем известна причина, но дело все равно грязное и неприятное. Они просто стискивают зубы и поступают как нужно. Кто они? А, жители. Ну, тут, наверное, они не совсем подходят, но это ладно. Это мелочи. Пока, в принципе, по первым четырем абзацам более-менее нормально написано. Князь Дарий был уверен, что сможет поступить как должно, что будет тверд и сдержан. Десятки родителей при отце его и во времена деда его поступали по правилам. А теперь эта несчастливая участь выпала самому Дарию. Он, как глава княжества, должен показать всем, что и князья не противятся устоявшемуся порядку, что и он разделяет бремя со своим народом, понимая их горе. Однако в последний момент сердце его сжалось, и он испугался, увидев стену темнеющего леса. Стену? Ну ладно. Испугался и не захотел отдавать ребенка, которому лишь 21 день отроду. Не каждый год это происходит, но темная ночь зимнего солнцестояния у всех ассоциируется с вынужденной жертвой. Но ведь все подтвердили, что не наступил зимний период как положено, не оставляет попыток князь. Не по правилам это. Достаточно странная ситуация, когда князь, ну типа там, князь дрейфил и пытается что-то сделать, а его убеждает в этот момент толпа людей. Такая немного неправдоподобная ситуация, ну да ладно. Хотя, ну может быть там я не совсем, пока еще не совсем понятно, что это за толпа. Но тут просто как бы он говорит от лица толпы, и типа это толпа жителей вот этого вот княжества, городка. И в этом случае это странно. А если это толпа что-то типа там, я не знаю, какое-нибудь собрание старейшин или что-то в этом роде, то есть людей, имеющих вес, не просто толпы жителей, а людей, которые там вторые после князя, условно говоря, в княжестве, тогда как-то более логично. А так здесь нет вообще, получается, ни субординации, ни иерархии. Вот. Ну ладно, читаем дальше, скоро поймем. Дарья рассеянно оглядывает... Тут скорее, наверное, растеряно было бы лучше. Ну ладно. Дарья рассеянно оглядывает лица собравшихся, ищет поддержки, надеется, что хоть кто-нибудь вступится, но присутствующие молчат. Да и сам он был на их месте. Сколько раз в душе он хотел прервать обряд, но прямо молчал, зная, что нельзя. Вот и остальные безмолвствуют. На волосы взгляни, коснулся он ребенка твоего, а рисковать нельзя, ты сам понимаешь. Чуть тверже отвечает старец. Ну вот старец хоть как-то, наверное, объясняет, хотя все равно достаточно странно, но ладно. Сумерки уже наступили. Голые ветви трясутся от холодного ветра. Мне кажется, тут холодное просто не совсем к месту. Ну потому что такие вот состояния, типа холодные, лучше, наверное, употреблять тем, кто может это почувствовать. То есть если там князь поежился от холодного ветра, это нормально. А тут голые ветви трясутся от холодного ветра. То есть тут холодное как-то не к селу, не к городу, как называется. То есть просто трясутся от ветра. Было бы лучше. Но вот что меня радует, что написано не так ужасно, как большинство книг, которые попадали сюда в первый взгляд. Большинство книг, которые попадали в бесячий марафон. И я здесь могу акцентировать внимание не на таких банальнейших ошибках, типа как частое употребление указательных местоимений, как какие-то там, я не знаю, ну орфографические, пунктуационные ошибки. Тут хотя бы все-таки книги издательства издает. Если они встречаются, то это чаще всего опечатки, недобросовестная работа редактора. Но недобросовестная это не то же самое, как если книгу выкладывает сам неграмотный автор на ватпад. Ну и да, там далее простые фразы, простое описание. То есть тут как бы книга написана сложнее. И это разбирать такое на самом деле гораздо интереснее. Может быть, конечно, с точки зрения контента немного страдает, потому что я тут не эмоционально бомблю на какие-то простейшие ошибки, типа когда сороковой раз за две страницы встречается слово истребитель или что-то в этом роде. Вот, и моя эмоциональная реакция не такая яркая, но вообще, в принципе, это на самом деле как бы интереснее. Ну вот даже учитывая то, что я редактирую некоторые рукописи, и рукописи, которые ко мне приходят на редактуру, они бывают разного уровня. И бывает уровень там отличный, писатель очень хорошо постарался, и там редактура нужна, ну, больше, знаете, как взгляд со стороны и на указание некоторых там вариантов, где могут быть опечатки. А бывает рукопись прям вообще ужаснейшего уровня. Орфографические ошибки в каждом втором слове. Бывают и такие. Я не понимаю, почему эти люди хотят становиться писателем, если они даже, ну, ошибаются просто вот. Ну, не знаю, такое чувство, будто пишет человек с дислексией. То есть это, ну, на самом деле, пишет просто человек неграмотный и мало читающий. И непонятно, почему он хочет стать писателем, ну да ладно, это как бы его дело. Ну так вот. Ну и вот в таком случае, когда ты разгребаешь огромный вот этот вот завал пунктуационных орфографических ошибок, как в случае с уровнем первой рукописи, то тебе становится, как редактору, даже не до того, чтобы, ну, чтобы исправлять какие-то более сложные и глубокие ошибки. Тебе хотя бы вот просто привести так, чтобы это можно было читать, и у тебя волосы не сидели. А когда рукопись, условно говоря, последнего уровня, то ты обращаешь внимание прям, ну, вообще на такие-таки вещи, которые бы никогда и, там, не знаю, автор или там никогда бы читатель про это не подумал, какие-то логические, очень, там, интересные штуки или что-то там предлагаешь и так далее. Короче, к чему я вообще все это говорил? К тому, что к рукописям разного уровня разный уровень претензий. И я так за последнее время привык к рукописям отвратительного уровня типа Ли Стефи, типа Ален Дуэль, что когда появляется рукопись, ну, еще непонятно, хорошая или плохая, но хотя бы немного выше уровнем, как было, например, в Story & Dream, предыдущие, первый взгляд, когда тоже ошибок миллион, но ошибки все-таки другого характера. Они такие простые, как у Ли Стефи и у Ален Дуэль. И вот здесь, ну, пока я не могу даже сказать, что здесь есть какие-то ошибки, потому что я их пока не нашел, какие-то прям конкретные ошибки, но тоже радуюсь от того, что рукопись уровнем выше и что вот эти вот писательские потуги, они не такие ужасные, однообразные, как в предыдущих случаях. В общем, да, вот это вот я хотел сказать. Ну, ладно, продолжаю читать дальше, пока я прочитал достаточно мало, ну, точнее, достаточно для того, чтобы понять, что это уровень выше Ли Стефи и там остальных из этой когорты, полярного в том числе, но пока еще недостаточно, чтобы понять вообще, хороша ли рукопись или нет. Так, на волосы взгляни там, сказал, сумерки уже наступили, голые ветви трясутся от холодного ветра, но дитя в руках отца не плачет. То есть у нас князь еще и отец. Сейчас по календарю зима, но землю укрывают почти полностью сгнившие листья. Снега вокруг и в помине нет, а кожу щиплет воздух ноябрьский. Тут меня смущает, как это сказать, то, что здесь автор не специально разрушила четвертую стену, а то, что она невольно это разрушает. То есть в начале было неплохое погружение во всю эту, во весь мир с этими, с князьями, с остальными. А тут, когда она начинает описывать, она, ну, чувствуется, что это вот описано прям специально для нас, для людей, которые читают, которые живут на планете Земля и читают эту книгу с вымышленным миром. То есть именно для нас здесь это объяснение про то, что снега вокруг и в помине нет, и то, что воздух щиплет кожу воздух ноябрьский. То есть это не особо как-то хорошо. То, что снега в помине нет, в таких случаях, вот в таком погружении, было бы лучше, ну, я не знаю, в каком-то отдельном абзаце сделать вот это вот все описание. Ну, что, в аннотации, то, что снега не было, и вот тут тоже выделить это все в некий отдельный абзац. То есть даже если бы автор написал, что сейчас по календарю зима, но Землю укрывают почти полностью сгнившие листья, снега не было уже сто лет, то даже это было бы лучше. А тут, не знаю, снега вокруг и в помине нет, оно звучит как будто, ну, типа, он должен быть, потому что мы, обычные люди, предполагаем, что, типа, зима есть снег. А он говорит, ну, нет, автор сразу с тобой, ну, нет, снега здесь и в помине нет. Ну, короче, не знаю, это такая, опять же, кто-то может расценить мои слова здесь как придирку, но я вижу здесь не грубейшую ошибку, просто такой легкий косячок. На самом деле, скорее всего, когда ты будешь читать это в динамике, то ты его, наверное, и не замечешь, вот эту вот штуку. Ладно, движемся дальше. Удивляется Дарий, что не кричит дитя, а его спит себе спокойно, совсем не боясь холодов. Нет весомых доводов, нечем оправдать свое нежелание расстаться с ребенком. Типа, просто, нежелание расстаться с ребенком, это и не есть весомый довод. Ну, ладно, ладно. Я думаю, все-таки в мире, в котором необходимо отдавать эти жертвы, бла-бла-бла, то для них может действительно быть так. Должен князь отступить и смириться, как делали остальные. Перед этим обрядом все равны. Нехотя отдает он ребенку вот-вот-вот как-то... Короче, мне не нравится, что автор здесь слишком топорно и слишком явно объясняет свой мир читателю. То есть, обычно, когда... Ну, ты из-за этого чувствуешь, что эта история не настоящая. То есть, взять, например, не знаю, что я недавно из фэнтези читал, Роберта Джордана «Колесо времени». Там ничего подобного нету. Ты как начинаешь читать, ты сразу оказываешься в мире вот этого «Колесо времени» и... И все. А здесь тебе как будто вот, ну, пытаются это объяснить, Но получается не очень удачно, я бы сказал. Но, опять же, я не могу это... Такой, в принципе, способ может быть, имеет право на существование. Ну и плюс я не могу объяснить, в чем именно это выражается. Это больше на каком-то интуитивном уровне. Может быть, просто стилистика мне не особо нравится. Ладно, пока, давайте еще читать дальше. Нехоть отдает он ребенка мужчине, А тут, забирая, сочувственно глядит на Дария. Кладет в плетеную корзинку и уносит, Пока князь с невидящим взглядом наблюдает за ним, Не в силах что-либо сделать. Ну, тут мне не нравится мужчине, Потому что... Ну, тут, скорее уж, было лучше старцу, как минимум. Либо уже, наконец-таки, ввести имена и... Не знаю, должности и должности, но понять, кто это. Отнесут ребенка в лес и ставят корзинку там на ночь, И если прав окажется Дария, А ночью будет относительно тепло, То на рассвете князь сможет забрать дитя свое обратно. Всякие родители на это надеются, Но не случалось так, чтобы враг ребенка не забирал. Каждый раз корзинок с детьми к рассвету уже нет. Уходят люди, оставляя новорожденную девочку. А та спит себе спокойно всю ночь, Не привлекает нежелательного внимания криками и плачем, Поэтому молодой мужчина находит ее, скорее, случайно. Подходит ближе всего за час до спасительного рассвета. Как-то очень резко С одного действия на другое перескочила. Ну ладно. Красив он, силен, с гордой осанкой. Ну и вообще и время тут быстро пролетело. То есть уже, судя по всему, рассвет. Красив он, силен, с гордой осанкой. Наклоняет голову, Вглядывается в лицо маленькой девочки, Видит что-то особенное в ней, И в его светло-карих глазах вспыхивает оранжевый свет. Губы незнакомца растягиваются в улыбке, Он тянет руку, предвкушая удачу, Но другой мужчина перехватывает его ладонь. Не твоя она, сухо говорит он. Вначале написано, поэтому молодой мужчина Находит ее, скорее, случайно. А потом мы узнаем, что этих мужчин на самом деле двое. То есть все-таки изначально как-то надо... Ладно. Не твоя она, сухо говорит он. Еще как моя. Невестой моей станет. Я вижу это. Может, тебе она сроком предначертано, но лишь отчасти. Я впервые иду, я богаче и ярче. А дай ее мне, ровным тоном парирует мужчина. Бля, мужчина, 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 мужчина. Уже начинает подбешивать, если честно. Притом, вообще непонятно, как различать вот этих вот четверых мужчин. Дарий, Старец и вот эти вот двое. Учитывая то, что все они мужчины, мужчины, мужчины. То есть, ладно, ты еще к Дарию хотя бы употребляешь князь и Дарий. И мы хотя бы можем немного понимать. Про старика один раз сказала, что он старик. Тоже хотя бы можем понять. А вот здесь вообще, когда два этих мужчина, ты начинаешь путаться. И очень плохо то, что изначально ты сказала вообще, что просто один мужчина. То есть, ты как бы вводишь читателя в заблуждение. Прям такая интересная ситуация. То есть, в одном случае ты ему как нянька разжевываешь, что здесь снега нету. Все не так, как у нас в мире. А в другом один мужчина. Ну, на самом деле, два. Сейчас, небось, еще три. Три их, на самом деле, окажется или сколько. Ну, короче, ладно. Вы понимаете мое негодование в этом плане. Улыбка первого становится опаснее. Он вырывает руку из чужой хватки. Улыбка становится опаснее. Они пристально сверлят друг друга взглядами, пока их не прерывает насмешливое фырканье. Я же говорю, кто-то третий еще. Собеседники оборачиваются в сторону темнеющего леса, где, опершись причем, о ствол растущий неподалеку сосны, стоит третий. Все не схожего возраста, но у этого посох в руке и волосы длинные, странного темно-серого оттенка, будто опаленный уголь. Прав твой брат, побогаче он будет, поддерживает он. Тебе лучше не вмешиваться, проваливай свою часть леса, скалится в мрачной смешке тот, кто нашел девочку. Как ты вообще сюда добрался? Легко. Ты не заметил, как ослаб, пожимает плечами. Третий. В его волосах отражается тусклый свет от медленно светлеющего неба. Блин. Ничего не понятно, но очень интересно. Очень. Но вот, кстати, начинают пробиваться вот эти графоманские штуки, на которых я бомблю в предыдущих рукописях. То есть вот это вот в его волосах отражается тусклый свет от медленно светлеющего неба. Зачем конкретно в этой ситуации это здесь давать? Непонятно. Может, дитя ты и назвал своей невестой, но брат твой ее отберет. Он переводит внимание на ребенка в корзинке, призрительно морщит нос, но не пытается приблизиться к девочке. Не будет этого, отвечает первый, бросая предупреждающий взгляд на второго мужчину. Отпусти мужчину. Опять. Отвечает первый, бросая предупреждающий взгляд на второго мужчину. Но говорит он это третьему мужчине. Просто как много мужчин. Это мужской мир, детка. Мы уже знаем, какую песню слушала Лия Арден, когда писала эту часть. Этот пролог. Отпусти, не будем ссориться, брат. Я не хочу тебя калечить. Колдун прав, игнорируя предупреждение, кивает тот в сторону длинного волосого. Ты слаб, она особенная, и муж ей нужен подстать, чтобы не смогла зима вернуться. На последней фразе у колдуна вырывается сухой смешок, а первый мужчина сжимает зубы, вскидывает подбородок, и в его глазах вновь появляется опасный оранжевый блеск. Напомнить, что победу одержал именно я. Кто же мне победа? Прикрываясь притворным кашлем, роняет колдун. Что ты сказал? Угрожающий тянет первый, сжимая пальцы на рукояти меча. Он сказал, что жалкой была твоя победа, громко усмехает своего брата. Какой нескончаемый диалог. Когда вы наконец закончите и начнется какое-нибудь другое действие. Еще и слабак добавляет колдун, демонстрируя белоснежные зубы в наглой улыбке. Он складывает руки на груди, обнимая длинный посох. Ты жаден, продолжает второй, игнорируя предупреждение. Блин, вот тут стоило бы наконец все-таки раньше как-то ввести имена. Потому что читать это очень сложно. Кто второй? Кто первый? Кто третий? Ладно, еще третий хотя бы как-то там понятен. Типа колдун с посохом стоит. Первый и второй вообще. Какая в них разница? Чем они отличаются друг от друга? Непонятно. Если бы ты... Ну, либо стоило бы ввести имена, либо стоило бы ввести какие-то вот отличительные черты. Потому что пока... Для меня вообще... Все вот эти вот мужчины из книги, они слились в один огромный ком мужчин. Ты жаден, продолжает второй, игнорируя предупреждение. Растянул свое время правления, вот и слабеешь. Возьми свои слова назад, брат, или обнажи меч. Пожалуй, меч, хмыкает он и достает клинок. Диалоги мое почтение просто. Сходятся два брата в поединке за ребенка, а колдун скучающе наблюдает за ними. Изредка поглядывает на девочку в корзинке, но та даже не просыпается, несмотря на шум и звон в стали. Когда бой чуть стихает, колдун подбрасывает еще пару фраз, науськивая одного брата на другого. Бьются те, упорствуют, лелея задетую гордость. Лелея гордость? Ладно. Колдун судорожно выпускает набранный воздух, словно это причиняет ему боль, но натягивает снисходительную улыбку каждый раз, стоит дерущимся взглянуть в его сторону. Предупреждаю, чтобы не смел он к ребенку подходить. Колдун же только руки насмешливо поднимает, наигранно признавая поражение. Увлечают своей ссорой братья, да так, что не замечают, как на востоке светлеет небо, а понимают свою ошибку с первым лучом рассвета, скользящим по горизонту и возвещающим о конце нынешней ночи. Этот луч лишает их возможности забрать девочку, потому что по старому уговору имеют право они сделать это лишь до утренней зари. Мрачный смех длинноволосого разносится по округе тревожа птиц на ветках. Что ты натворил? Колдун рычит первый, кто предъявил права на дитя. И я, иронично переспрашивает тот, равнодушно пожимая плечами, отобрал вашу невесту, братья бросаются к корзине с девочкой, но колдун, перехватив свой посох, один раз бьет верхней его частью по земле, и холодный воздух отбрасывает обоих далеко назад, а трава вокруг покрывается хрустящим инеем. И дальше стихотворение. Средь княжеств чуть ближе к северу есть лес, весь гол стоит осенний он, а сердце чудо из чудес, бура-желтая листва опала, гниет на черной земле, но в зимнем снегу живая вода застыла в хрустале. Там лежит забытый снег декабря, там морозы января, колдун последний ходит там среди метелей февраля, ждет ли кого-то, хранит ли что-то, или мертв давно, колдун как призрак бродит, а в глазах его белым-белом. Ну, так-такая, в общем, такое-такое стихотворение. Вот мы прочитали пролог, ну, в конце хотя бы стало хоть что-то понятно с этими мужчинами, но все равно, как бы, наверное, с именами было бы попроще, или с какими-то отличительными чертами. Ну, пока не знаю, пока не могу сделать какой-то свой вывод по книге. Мне, с одной стороны, и не нравится, а с другой стороны, как бы, ну, в принципе, чего-то прям сильно критично ужасного я пока не нашел. Поэтому давайте пока что прочитаю еще главу 1, чтобы, ну, и надеюсь, что после прочтения первой главы, если она, конечно, не огромная, то сумею сформулировать лучше свои мысли о рукописи. Ну, и вообще их как-то сформулировать. Глава 1. Еще до моего рождения. Тут у нас переходят, да, переходим на первое лицо, и читаем действия от главной героини, от той самой невесты ноября, которая невестой не стала, не досталась никому из братьев, потому что они решили подраться. Еще до моего рождения мама придумала мне имя. Назвала меня Яра от слова яркая. Оригинально. А, наверное, девочек, которые Насте, их назвали от насыщенности, а лошадей называют конями от контрастности. Ну, ладно, шучу. За неделю до моего появления она, мама, рассказала отцу, что видела сон о зиме. Рассказала о ярком, почти белом солнце, отражающемся от снежного покрова, что укрыл все вокруг, делая мир ослепительно сияющим. Поэтому она решила, что если родится девочка, то назовет меня Ярой, и никак иначе. Но, похоже, только мама верила в уготованную мне яркую судьбу, потому что все остальные шепчут, что я как проклятие, способна притянуть лишь черную ночь. Я склонна согласиться с ними, ведь зима не приходит уже сотни лет, и откуда маме было знать, как выглядит снег. Ну, тут вот описание уже получше. И первое лицо, конечно, играет, и все остальное, но получше. Будучи маленькой, я ничего этого не понимала, но через несколько недель мне исполнится 18, и нет смысла воображать, что меня ждет особенная судьба. В конце концов, это был сон о том, чего мама никогда не видела. Аккуратно поправляю свой новый праздничный кокошник, подаренный отцом с утра. Мне бы не стоило надевать его сейчас, уже поздно, но сон не идет, и тяжело удержаться от примерки такой красоты. Кокошник в виде невысокого венца, полукруглый, не скрывает затылок, как положено незамужней девице. Украшен белой парчой с золотыми нитями, а сверху кружевая драгоценная камня. Одни белые, другие почти прозрачные, сверкают разными цветами, преломляя свет свечи. По краям висят рясны из морского жемчуга, что в разы дороже речного, из которого у меня есть браслеты и украшения на шею. Мои черные волосы распущены, поэтому я не затягиваю ленты кокошника, чтобы закрепить его. Для начала стоит заплести косу. Вот тут, кстати, еще раз поговорим про уровень. Тут уровень гораздо-гораздо лучше, чем у всех этих... Ну, чем у всех этих Ли, Стефи и так далее. Уровень описания персонажа. Тут описание внешности, что мне тоже не особо нравится, потому что, ну, тут, опять же, внешность через какую-то интересную деталь, через кокошник, как она наряжается, смотрится, любуется самой собой. То есть здесь, в принципе, интересное. Интересное такое описание внешности. Не такое интересное, как, например, прочитал вчера я, и достаточно скоро вы узнаете. Наверное, будет лид-обзор на следующей неделе этой книги. Вот. Но... Но, тем не менее, это уже гораздо лучше, чем описание внешности у Ли и Стефи, Ален Дуэль, Тори и Дрим, ну, и вообще практически всех книг, которые побывали у нас здесь в первом взгляде. Двум моим сестрам отец подарил похожие головные уборы, но красные с золотом, потому что завтра сестрицы встретят своих возможных женихов. Мне же принес белый, приговаривая, что такой подойдет к моему наряду. Улыбаюсь при мысли о заботе отца, о том, что он подмечает такие детали, хотя и не должен этим заниматься. Для хлопота в моем наряде есть няня, портниха и сестрица, однако просить совета у последних я бы не стала. Еще я бы, кстати, отметил, что здесь вот такая вот старославянская атмосфера чувствуется, вот даже вот в этом куске, она чувствуется гораздо лучше, чем во всех книгах Миклашевской. Было такое. Но... Ладно, движемся дальше. Книжна. Вздыхаю, осознав, что меня поймали, снимаю головной убор и убираю его в специальный сундук, слыша звук приближающихся шагов по деревянному полу. Книжна вновь хриплым шепотом окликает, «Алена, моя няня!» и бесцеремонно распахивает дверь в мою комнату. Тут нарушен порядок, порядок, порядок. Тут автор забыла, что у нее первое лицо и перепутала порядок действий. То есть сначала распахивается дверь, и наша героиня видит няню. А тут она описывает, будто сразу там, няня распахивает дверь. А, ну, когда ты пишешь в первом лице, это не совсем правильно. Это такая ошибка здесь. И бесцеремонно распахивает дверь в мою комнату. Та открывается со слишком громким скрипом для столь пузнего часа. Давно пора спать, Яра. Спать? А, это, видимо, вечер. Ясно. То есть она... Я думал, что она утром примеряет. Но нет, это вечер. Няня строгим взглядом осматривает меня с ног до головы, держа в руках подсвечник с горящей свечой. Она недовольно бормочет себе под нос, заметив, что я сижу за столом перед зеркалом в одной ночной сорочке, а от деревянного пола касаюсь босыми ногами. Я виновата, улыбаюсь, не зная, что возразить. Действительно, час уже поздний. Я хоть и княжна, но привыкла за все извиняться. За недостаточно мелодичный смех, за отсутствие сна, даже за цвет волос и за способность дышать. Хотя... Не мне контролировать подобные вещи. Неужели опять Яра? Чуть мягче спрашивает Алена. Ты не дитя давно. Неужели мне снова нужно тебе сказки на ночь рассказывать? Мама умерла через три дня после моего рождения. Все, что у меня осталось от нее... Такой резкий переход, да? Сказки. Прям вообще... Не, на самом деле, прям... Я не могу сказать, что это ошибка, но прикольно, насколько разные три абзаца и как они особо друг к другу логически не связаны. То есть, первый, про то, что она... Ей приходится за все извиняться. То есть, про характер этой девушки. Потом, второе. Няня говорит про сказки. Тоже не совсем понятно, с чего она делает такой вывод, что ей необходима сказка. Ну, ладно. Делает и делает. Окей. А третий вообще про то, что... Про смерть матери. Прям без подвязок, без ничего. Это не то, чтобы ошибка, но вот чувствуется, что здесь не хватает повествовательной логики. Мама умерла через три дня после моего рождения. А все, что у меня осталось от нее, это имя, чужие воспоминания, это принадлежавшие ей украшения. Правда, последнее мы поделили с сестрами поровну. И мне досталось серебряное кольцо с бирюзой до пары жемчужных браслетов. Алена заменила мне мать. Она со мной рядом столько, сколько я себе помню. Поначалу я даже была уверена, что она и есть моя мама. То есть, здесь вот это вот предложение, чтобы оно логично смотрелось в предыдущем. Алена заменила мне мать. Нужно в начало поставить, в начало абзаца. Не предложение, да, абзаца, извиняюсь, оговорился. А так, ну, получается, что ты не понимаешь вообще, что происходит. Почему ты начала говорить про смерть матери, когда тебе няня рассказывает про сказки. Сейчас Алене за сорок, она немного набрала беси, часами сидит со мной, пока я карпелла над рукоделием, пытаясь изучить искусство плетения кружева. Морщинки между бровями няни почти не пропадают от того, как часто она хмурится из-за меня. Каре и глаза по-прежнему внимательны, но как много седины в ее русых волосах, мне неизвестно. Алена всегда скрывает их под головными уборами, как и должны делать все замужние женщины. У нее есть сын Игорь, ему уже 16, но 6 лет назад он тоже начал меня избегать, поверив россказням своих новых друзей. Непонятно каких. Ну ладно. Потом, видимо, об этом расскажут. Рассматриваю сарафан Алены и платок, повязанный вокруг головы. Кажется, она сама еще не ложилась. А ты расскажешь, если я попрошу? Сдержанно улыбаюсь я, зная, что она вряд ли откажется, но для вида поупирается. Яра. Алена. В тон отвечаю я, но смеюсь скромно, как меня ей учили, как подобает младшей дочери князя. Хорошо, ложись, непослушная княжна, будет тебе сказка. Наиграна громко вздыхает няня и ставит свечу на высокий сундук рядом с моей кроватью. Я забираюсь в постель, заворачиваюсь в пуховое одеяло, и выражение лица няни меняется. Становясь более расслабленным, она привычным движением пальцев распутывает мои волосы и быстро заплетает свободную косу, чтобы за ночь они не спутались в колтуны. Волосы отросли до поясницы, если я забываю их заплести на ночь, то на утро расчесывать тяжело, а временами и вовсе больно. Я терпеливо жду. Алена обводит взглядом мою спальню, узорчатый красный ковер, закрывающий половину деревянного пола, несколько массивных сундуков с одеждой. Ну, тоже непонятно зачем. Зачем вот это вот описание здесь в данный момент? Я в прошлом первом взгляде говорил о том, что вот этими внезапными описаниями, особо ненужными и не к месту, ты нарушаешь динамику. И вот здесь тоже динамика нарушается, потому что мы уже, как и героиня, начинаем ждать сказки от няни, а вместо этого автор зачем-то описывает комнату, а зачем, непонятно. Ну, как бы, ладно, может быть, это такой особый авторский стиль, потому что, не знаю, взять ту же книгу Хэншера, про которую я недавно рассказывал в лит-обзоре, там тот тоже любит переходить с третьего на десятое в процессе рассказа одной истории, но, не знаю, там у него хотя бы это все-таки мега талантливо и очень красивым литературным языком, здесь это написано неплохо, но не могу сказать, что мега крутым литературным языком, то есть это хороший язык, в отличие от предыдущих наших, ну, либо да, либо он мне кажется хорошим, потому что я очень насмотрелся на прям ужаснейшие языки, или листы фиален дуэль, в общем, ладно, вы понимаете, я терпеливо жду, обводят в год мою спальню, узорчатый красный ковер, закрывающий половину деревянного пола, несколько массивных сундуков с одеждой, стол с украшениями и большим обальным зеркалом по золоченной раме, другой стол для шитья, расписные деревянные стены и ниша с большим окном, куда вставлена лавка с мягкими подушками, на которой я могу сидеть теплыми вечерами, ну, и еще, учитывая то, что это первое лицо, комната, где героиня постоянно бывает, постоянно видит, то, опять же, это описание какое-то излишнее, прям вообще ни к селу, ни к городу, как мне кажется. Здесь чисто, я все прибрала. Каждый день перед сном я убираю любой образовавшийся беспорядок, складываю одежду в сундуки, аккуратно расставляю несколько книг, что отец мне привез из других княжеств, собираю украшения и все кладу строго по своим местам. Няня не к чему прицепиться или отругать меня, но, оглядывая этот идеальный порядок, она выглядит скорее несчастной, и я не понимаю почему. Прибирать за собой стало одной из моих привычек, дабы остальные не считали меня бесполезной, не могли сказать, что я действительно приношу беды и проблемы. Также я поступаю во всем остальном, не нарушая правила, прилежно учусь и часами тружусь над вышивкой, хотя шитье навевает на меня тоску. Время от времени пеку отцу его любимые пироги с капустой, проводя на кухне больше времени, чем любая из моих сестер. Не создаю шума или каких-то неудобств, не злюсь и не припираюсь, не прыгаю через костры в праздники, не убегаю летними ночами с другими ребятами на речке и озера. Однажды Алена сказала, что в этот список можно добавить и то, что я совсем не живу. У меня недоброе сердце, мало кто относится ко мне с подобной теплотой, разве что отец. В его любви я не сомневаюсь, и кажется, что он один такой. Любит меня, несмотря на все знаки любви, несмотря на то, что мое рождение убило его драгоценную жену. Достаточно странно вот это вот все описано. Динамика потерялась. К чему было описание комнаты и все последующее из него вытекание того, что героиня совсем особо не развлекается. Потом еще про доброе сердце няни и про отношения с отцом. Как-то вот все понамешалось в кучу и структуры. Вот мне не хватает четкой структуры. Потому что получается, что автор прыгает с первого на третье, на пятое, на десятое. И как бы никто этого не запрещает. Это все можно, но здесь вижу, что это как бы особо и не нужно. То есть описание комнаты вообще в принципе, ну какая разница. Если только считать это переходом того, что она аккуратная, потом дальше, ну то, что она аккуратная, можно было, это в принципе хорошая информация для героини, но можно было это в какое-нибудь другое место вставить. Про отношения с отцом тоже можно было, когда уже там появится отец. Не знаю. Пока структурно мне не очень нравится вставание. Какую историю ты хочешь, Яра, прерывает мои мысли няня. Это еще типа и ее мысли. Хотя, ну ладно, странно. Только одну, одну отрезает та, но я сдержанно улыбаюсь. Знаю, что вряд ли она опять откажет, если позже я попрошу вторую. Расскажи про месяц, расскажи, куда ушла зима. Зря твоей матушке приснился тот солнцок, и это языком, Алёна. А ты, не зная его, не забивала бы себе голову этими сказками. Ну вот, ну тут понятно, для чего все это нужно, но вот тоже выглядит достаточно топорно. Вот эти вот, то, что сейчас, расскажут легенду с помощью няни. Слишком хорошо видны все вот эти вот костыли, с помощью которого, с помощью которых героиня строит свое повествование. Ой, не героиня, а Алия Артен, автор. Это не смертельно, не ужасно, но хотелось бы уже большего профессионализма, учитывая то, что это, ну, как минимум, пятая книга. Но, еще раз скажу, что написано гораздо-гораздо лучше многих других произведений из похожих серий. Интересно, а как они различают ноябрьскую, декабрьскую, январскую погоду, если у них в декабре и в январе стоит тот же самый ноябрь? Это очень непонятно. Вот тут вот логика действительно. Если еще с логикой того, что почему-то планета не... Как там, что там? Не... Ну, короче, вы помните, если вот то я еще могу понять, что это вот просто претензия, то тут уже как бы странно, почему они называют все это ноябрьской погодой, если эта ноябрьская погода длится, не знаю, 4 месяца. Все-таки 100 лет это большой срок. Я еще понимаю, что если бы прошло только 5 лет после того, как нету никакой зимы и еще люди по старинке называют как бы ноябрь, не знаю, декабрь, ну, еще различают, короче, ноябрь, декабрь, январь и этот, и февраль, и все это называют ноябрьской погодой, ну, блин, ну, короче, странно, странно, что до сих пор, спустя 100 лет, все это называется ноябрьской погодой, а не просто, я не знаю, осенней погодой. Жили были 12 месяцев, начинает Алена. Эта история мне отлично знакома, но я все равно улыбаюсь, предвкушая. 12 братьев, что вступали на землю каждый в свое время, создавая полноценный круговорот года. Весенние братья очаровательные, задорные мальчишки, прямо как младшие братишки. Рожденные весной, одарены везением, веселые и жизнерадостные. Месяц, март, юный до самый радостный, после снежного февраля, а в смехе рожденных под его покровительством можно различить звон весенних ручейков. За ним идет красавец Апрель, приносящий долгожданную зелень и первые цветы. Ну а май грохочет, сверкая молниями иногда, но нежен и свеж с ароматом сирени. Весенние братья добрые, щедрые на тепло и ласку солнечных лучей, но и непоседливые, особенно март до апрель. Поговаривают, что в старые времена могли забыть они о делах своих, и тогда случался весенний снегопад. Няня улыбается, слыша мысль смешок. Летние месяцы, словно верные друзья, шумные и бесстрашные, потому что солнечных лучей так много, одни столь длинны, что не поселится сумраку в человеческих сердцах. Не успевает мрак забраться в души людские, а черти высунуть носы со своих болот, как наступает новый рассвет, и все тревоги тают под теплом июня. Июль же всех тянет купаться, а ароматы фруктов столь сильны, что сам воздух сладок. Август одаривает золотом пшеничных полей, да красными закатами, а корзины наши полны еды. Как и всегда, прикрываю глаза на этом моменте, представляю летних братьев. Мои старшие сестри срадились в теплые месяцы, мира в апреле, а Василиса в июне, с разницей в два года. Старшей Василисе сейчас 22, а мире, прошедшей весной, исполнилось 20. При их рождении вовсю светило солнце и благоухали цветы, может поэтому месяцы одарили их красивой внешностью. Волосы золотые, как если бы в них впрели солнечные лучи, глаза у обеих зеленые, как свежая листва, а губы насыщенного красного оттенка, будто спелая клубника. Не будь у меня таких сестер, я бы вряд ли легко поверила в поговорку о том, что самые красивые девушки рождаются весной и летом. О весенних и летних юношах говорят почти то же самое, но няня часто напоминает мне остерегаться их внимания. Улыбчивые они, смелые и обаятельные, но вместе с этим беспечные и переменчивые в своей влюбленности. Я уже, в принципе, готов, наверное, даже и высказать свое мнение по поводу всего прочитанного, но давайте я дочитаю до конца первой главы и тогда уже сделаю вывод, подытожу. Следом за летней жарой проходят три осенних брата, добрых молодца. Улыбается Алена, убирая прядь волос моего лица. У слада для глаза настоящие кормильцы, что продолжает одаривать людей богатым урожаем, который помогает нам дожить до весны. Сентябрь красит пейзажи распустившимся вереском, а в воздухе разливаются запахи свежих пирогов с абрикосами. Октябрь сверкает золотом листвы и горит, как яркий огонь, а ноябрь – стараж последний. Из года в год неустанно сдерживал он приход декабря под богатый листопад и запах чернозема после дождя. Именно в эти осенние месяцы рождаются идеальные будущие мужья, отважные, благородные, верные. Думаешь, это правда, не сдержавшись в фыркуе я? Еще какая? Мой муж Иван благословлен сентябрем. Думаешь, я просто так высчитывала, чтобы Игорь наш появился на свет осенью? Не смесен над месяцами, княжна, не к добру это. Я замолкаю, прячу скептическую улыбку под краем одеяла. Алена замечает мою гримасу и возмущается пуще прежнего. Вот, кстати, неплохо работает с синонимами. То есть я замолкаю, прячу скептическую улыбку под краем одеяла. Алена замечает мою гримасу. Ну, то есть... Конечно, тоже, ну... Ну, нет, ну, хорошо подобранный синоним. Можно было еще проще сделать. Типа, Алена замечает это и возмущается пуще прежнего. Но гримасу тоже, в принципе, можно использовать. Почему бы нет? А князь наш, батюшка твой, тоже осенний. Хочешь сказать, что неверен, он и неблагороден? Моя улыбка вянет. Тут нечего возразить. Отец действительно достойный князь, заботливый и щедрый. И к сестрицам твоим едут рожденные в октябре до ноябре. Уверена, что сильные и великодушные приедут молодцы, как и полагается. Достойные мужья для княжеских дочерей. Еще больше распаляется Алена. Какая распаляющаяся няня. Она, как и большинство, верит в благосклонность месяцев и их связь с рождением. Искренне считает, что те одаривают каждого ребенка чем-то особенным. А что же зимние месяцы? Перевожу я тему. Зимние братья. Мрачные, вспыльчивые и холодные. В их ночи поджидала смерть. А солнце с трудом боролось против их сумерек, поднимаясь из-за горизонта на жалкие часы. Никакой красоты или света не было в период царствования зимних месяцев. А как же северное сияние? Не белится это яро. Откуда же в черном небе взяться полотну зеленых оттенков, что вьется как ленты. Как это вообще? Можешь ли ты представить? Маленькая княжна. Насмешливо спрашивает Алена, покачивая головой. Я расстроенно сжимаю губы, не зная, как должно выглядеть северное сияние. Не представляю, зачем я вновь заикнулась об этом, хотя заранее знала, что няня так отреагирует. Все, что мы знаем о зиме, это рассказы, переданные из уст в уста до легенды из книг, почти что сказки. Узнать, что там правда, а что ложь невозможна, потому что зимы давно нет. Не оставляли зимние братья никакой жизни после своего прихода. Уничтожали все, что не успевало спрятаться или сбежать от метели их. Царствовало ночи мороз целых три месяца, а худший из них декабрь. В старину из года в год стоило только ноябрю хоть немного ослабить защиту, как декабрь незамедлительно укрывал весь мир белым снегом. Веками боролся ноябрь со старшим зимним братом, но как бы не сопротивлялся, всегда отступал, так как шли впереди декабря его колдуны, дети, рожденные в период его царствования. Вот это ты тоже веришь, тихо перебиваю я, что в декабре рождаются колдуны? Неважно, верю я или нет, это чистая правда, серьезно кивает няля. Значит, обо мне ты думаешь, нет, отрезает Алена, мы-то знаем, правда, о тебе, Яра. И я глазами своими видела, ушами все слышала. Много нас было, весь княжеский двор не спал, время отчитывая. Знаешь же, что петух в первый раз кричит через час после полуночи, следом жаворонки в два часа и иволги в три часа ночи. Ты родилась, а мы всю ночь до рассвета наблюдали, чтобы время высчитать. Ноябрьская ты Яра, о других не слушай. Родилась ты близко к полуночи между последним днем ноября и первым декабря. Да и декабрь это признал, не тронув тебя. Оставил единственную в лесу, поэтому смог княж наш тебя домой забрать. А волосы мои, это не доказательство? У детей осени бывают темные волосы. Каштановые, что горят на солнце, как октябрьская листва, Алена, у меня же черные. Даже под солнцем отливают, разве что синим, скептически парирую я. Ну, вот тут уже скептически парирую, тут скорее она как-то запалит. Ну, ладно, тут в принципе не мне указывать автору в данном случае, какие слова использовать, но мне кажется, что скептически парирую тут не совсем уместно. Но это все мелочи. Мама была, как и сестры, светловолосые у отца Руссы, откуда у меня волосы черные, как ночное небо. Это все проказы декабря. Пытался он к тебе, княжна, свои холодные руки тянуть, но отбил тебя ноябрь себе. Тут же находится с ответом Алена. Глаза-то твои серые, как и у матери. Нечего о глупостях размышлять, Киара. Ноябрь тебя защищает. Больше я не спорю. За прошлые годы мне встречались те, кто верит, что младшая дочь их князя родилась в последние секунды ноября. Видела и тех, кто, заметив цвет моих волос, отходил подальше в уверенности, что это ложь. По легендам, дети, рожденные в зимние месяцы, всегда отмечены черными волосами и бледной кожей, не способной загореть даже летом. Рожденные в декабре считаются особенными, темными колдунами с голубыми глазами. Столь светлыми, что напоминали полупрозрачный лед. Я хочу отметить, что вот тут, кстати, достаточно хорошо подается вся эта легенда. Я имею в виду, вот именно вот этот кусок с няней чуть похуже. Ну, начало было чуть похуже, но потом разогналось и все, и костыли перестали ощущаться. Вот здесь вообще идеально. Ну, а в прологе было плохо. Рожденные в январе и феврале тоже обладают черными волосами. Ну, тоже обладают черными волосами не очень. Тоже имеют черные волосы, наверное. Ну, ладно, можно. Но глаза их другие. У январских насыщенно голубые, как ясное небо, а у февральских синие, как глубокое озеро. Мои же глаза действительно серые, как у мамы. Достались они от грозовых дней мая, в период, в котором она родилась. Алена замечает мое смятение и продолжает рассказ отвлекая от раздумий. После декабря следующим шел январь, месяц сковывающий все своим морозным дыханием. В его время солнце хоть и светило, но светом белым, будто потерявшим все тепло. Однако, если декабрь и январь весенним братьям было не победить, то февраль, хоть и лютый, метелями своими то, но короткий, самый и слабый. Всегда отступал он под напором марта, а люди помогали, как могли. Жгли костры, зажигали свечи, чтобы вокруг было как можно больше света и тепла. Голос Алены вновь становится бодрее, словно она рада, что разговор о земле подходит к концу. Так и ходили по кругу 12 месяцев, 12 братьев, весенние, летние, осенние созидали, а зимние ломали и убивали, а затем все сначала. Из года в год, век за веком. Однако, три сотни лет назад устали от этого бесконечного круговорота осенние добрые молодцы. Я так понимаю, что вот эти вот трое мужчин как раз и были в весенние, зимние месяцы, поэтому автор, собственно, их и не называл по имени, чтобы сразу не палить контору. Ну, ладно, я как бы тоже все понимаю, но тем не менее, это не отменяет того факта, что в тех мужчинах было очень легко запутаться. Однако, три сотни лет назад устали от этого бесконечного круговорота осенние добрые молодцы. Выступили они против декабря, решив, что если тот не придет, то и с... Не придет? Ну, ладно. То и с январем и февралем удастся совладать. И понял ноябрь, что нужно разобраться с колдунами и тогда не выстоять в декабрю. Одолел ноябрь колдунов, а потом у самого страшного зимнего брата, поверг, прекращая круговорот разрушений. Не пришла в тот год и во все последующие зима не выпала с тех пор ни снежинки. Хоть мы продолжаем называть зимний период по месяцам трех зимних братьев, но на самом деле в их время продолжает царствовать погода ноября. Самого отважного и единственного, кто смог одолеть холодного брата своего. Ну, тут еще ладно, тут еще хотя бы плюс, хоть как-то объясняется, почему все эти персонажи называют там ноябрьскую погоду ноябрьской. Окей, более-менее объяснило. Конечно, такое хромое несколько объяснение, на мой взгляд, но пусть, пусть так. Подарил ноябрь всем людям возможность не бояться смерти в пурге длинными зимними ночами, так что не оскорбляй ноябрь своим сомнением, самый сильный месяц тебя хранит княжна. Как же январь и февраль? Их он тоже убил? Может и убил, а может они бежали на самый север и спрятались там далеко, где и люди живут. Ни один из них не приходил с тех пор, как пал брат их старший, но ведь один колдун в лесу, шшш, Алена грубо закрывает мне рот шершавой ладонью, мне декабря так близко. С трудом отнимаю руку няне от лица, удивляясь страху в ее глазах. Я не знаю его имени, никто не знает, недовольно ворчу я. И лучше не знать, имя это ничего, кроме беды, не принесет. Я недовольно дуюсь, а Алена хмыкает, лишний раз подталкивая одеяло мне под самый подбородок, будто я совсем маленькая и нужно меня закутать. Но разве ноябрь действительно убил декабрь? Почему ты сомневаешься? Ведь зима все еще существует в сердце леса, что чуть севернее нас. Среди елей и в самой середине говорят всегда снегом все укрыто. Проклят тот лес яро. Поиски последнего, происки, последнего колдуна. А земля там, конечно же, мертва, ведь именно там осенние братья одержали победу над декабрем. К несчастью, отмечено то место порчей. И даже если декабрь по-прежнему жив, то ослаблен настолько, что нам больше, что нам более не страшен. Киваю, непроизвольно переводя взгляд в окно, хотя до границы того леса почти день пути пешком и видеть его отсюда я никак не могу. Спи спокойно, не бойся духа декабря не дотянуться ему до тебя через защитника твоего ноября. Вот такая вот первая глава. Вот такой вот был пролог. И что я могу сказать? В принципе, в принципе, достаточно неплохо. Неплохо написано. У меня несколько есть профдеформация, потому что, как вы знаете и может быть помните, в начале канала я ругал таких авторов, как Вербера, Гильермо Сакамана, Марину и Сергея Диченко, Биг Бидера, в общем, таких достаточно известных авторов. Сейчас я ругаю, опустился на самое дно, познакомился с Ли, Стефи, Полярным и всем таким, поэтому для меня ну и последний бесячий марафон тоже был прямо порталом ВАД, там ужаснейшие были произведения, и последнее время, когда я натыкаюсь на такую, хотя бы более-менее, рукопись это уже уже некоторым родом победа, на рукопись, с которой я не кричу как чайка после каждой строчки. Здесь у нас рукопись такая, те моменты, к которым я сегодня придирался, ну тут я не могу сказать, что это действительно придирки, но какой-то вот серьезной, ужасающей, серьезной ошибки именно авторской нет. Там есть некоторые редакторские моменты, которые можно подправить, и так далее, и тому подобное. Есть некоторые такие странности в повествовательной логике, и многое другое, но чего-то прям критически ужасного пока я не нашел. Можно ли считать это полным успехом и отнести, ну и быть уверенным в том, что книга попадет в литобзор? Ну на самом деле нет, тем более тема мне не особо интересна, ну написана неплохо, но на данный момент, но не могу сказать, что меня как-то вот прям зацепило, и мне интересно было бы это читать, но понятное дело это не совсем для меня написано, я 30-летний мужик, а тут написано скорее для юных дам, которые любят все эти, ну не то чтобы все эти сказки, а, ну да, все эти сказки, которые еще до сих пор любят сказочные истории, и Лия Арден может их судя по всему дать, не знаю, зависит естественно от просмотров под вот этим вот роликом, буду ли я дочитывать эту рукопись, ну точнее я в любом случае буду дочитывать, но это может затянуться, растянуться на 5 лет, вот, если просмотров будет много, если это видео будет очень популярное, то постараюсь прочитать как можно раньше, и тогда уже вынести свой окончательный вердикт, это литпозор или литобзор, пока, пока даже я скорее склоняюсь к тому, что по итогу будет литобзор, то есть да, я вижу какие-то погрешности и косяки, ну и да, я понимаю, что это не Достоевский, не какая-то великолепная проза с великолепным литературным языком, что это жанровое произведение, но для жанрового произведения, как мне кажется, пока то, что я прочитал, оно достаточно, достаточно неплохо, дальше может быть хуже, может быть наоборот лучше, посмотрим, опять же, как я и говорю, все зависит от просмотров, если здесь просмотры будут хорошие, то тогда постараюсь прочитать как можно раньше, и уже выкатить, либо литпозор, если мне в итоге все не понравится и я найду какие-то серьезные ошибки, это будет на этом канале YouTube, либо литобзор, это будет выйдет тогда на канале литобзор, но в любом случае все это вне зависимости от каналов на YouTube, это выйдет на Рутубе, на Яндекс.Дзене, ВКонтакте, в Телеграме по-любому будет анонс, так что подписывайтесь на эти социальные сети, чтобы меня не потерять. Такое получилось видео, понимаю, что наверняка разочаровал тех людей, которые Лио Арден не любят, наверное, порадовал тех людей, которые Лио Арден любят, ну, я это говорю про всех тех людей, которые читали произведения. Пока я вот прочитав первые 20 страниц, пока норм, назовем это так, норм даже скорее хорошо. Что будет дальше, посмотрим, все зависит от вас самих. На сегодня все, вот такой вот достаточно легкий получился первый взгляд, не сильно эмоциональный, не бомбящий, просто прочитал вам немного рукописи, которая написана достаточно таки неплохим языком. Уж точно хорошим в сравнении со всеми, со всеми, кого я обозревал в последнее время и кого я читаю в воскресные чтения, но не в ближайшие воскресные чтения, потому что в ближайшие я буду читать ваши рукописи. Ну и собственно, тогда я думаю, что мы с вами и встретимся. Если я успею подготовить один вид позор до этого времени, то тогда раньше, а если нет, то тогда до встречи на воскресных чтениях. В общем, всего хорошего и спасибо за рыбу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok